Итак, я вот тут написал, какие-то обзоры вы хотите видеть, то, что я на них сразу сделаю обзор, потому что я новый Т-шоу-метод использую, просто захват, нахуй, камеры, экраны, но неважно. Вот первые попросили обзор фильма «Финал от Озона», я думаю, сделаю, но пока не подумал, как сделаю, то, что я его сделаю, меня забанят, нахуй, потому что Озон такой даун, что попиздил, нахуй, кадры из фильма, он нахуй, с DVD рипов, дебил за такой сразу банит на ютубе, я не знаю, почему вы еще не удалили это ролик, и может удалять, но обязательно удалят, и он получит предупреждение, а три таких предупреждения, они остаются навечно, и после тридера тебя банят навсегда. Но я пока сделаю обзор на Силент Хилл в все части, да, первый Силент Хилл, который я поиграл, это был Силент Хилл 2, на PS2 чипованный, когда только вышло чипованное, в этом Силент Хилл вышел, ну, игра, я скажу, просто пиздец, это одна из первых игр таких, которые поиграл на PS2, и она просто шокировала своей графикой, и вообще, я скажу, даже вот от Силент Хилл Интро и Силент Хилл Трейер, это одни из лучших роликов, которые только были, просто пиздец, какая крутая штука, и музыка крутая, сразу я понял, что это великая игра, нахуй, я все прошел, она поражала тем, что там так сделали, совместили с пререндинной ролики, с реальным геймплеем, и когда я первый раз играл, я не понимал, действительно такая вообще пиздец графика в PS2, или это какая-то вот эта вот пререндинная хуйня включает, они, и всю игру так думал, и до сих пор не понимал, даже когда всю игру прошел, вот пиздец они придумали, и графика пиздец, и все, но по геймплею, Силент Хилл он это отличает, блядь, отличается от Resident Evil, во-первых, потому что непреренденные скрины даже в первой части были, и то, что врагов можно не убивать, от них можно убегать, это Resident Evil, надо убивать всех врагов, но так в принципе то же самое, ну и есть город открытый, по которому можно ходить, и всегда была особенность, что несколько концовок было всегда в каждой части, там причем фирменная концовка NLO появляется, типа и пиздец, и почти все концовки они хуевые, практически все концовки они действительно хуевые, то есть депрессивная хуйня какая-то, аниме ебаная, где после которого все хочется убить, нахуй, а потом всех создателей, вот, ну игра, конечно, пиздец, блядь, Силент Хилл 2 это пиздец, ну одна из лучших игр, действительно, и все считают, потом я играл на эмуляторе PlayStation 1 в Силент Хилл 1, я тоже играл все игры PlayStation 1, хотя у меня не было PlayStation 1, я играл на эмуляторе, и я скажу, что тоже Силент Хилл крутая, там, ну что, головоломка стоит, вот с этим вот червем, когда эти стишки говорят, типа, как его убить, и тоже надо идти здесь надумать, вот, и вообще пиздец просто, это не был клоном Resident Evil, это просто было развитие, как бы, и даже, можно сказать, эволюция Resident Evil, то, что сейчас сделали эволюцию Resident Evil, Resident Evil 5 выпустили, то так же это, и все вокруг завязано одного сюжета Силент Хилла, одного города, ебанутого, блядь, в каждой части новое что-то придумают, добавляют и другие города, новые локации, потом, потом третья часть вышла, третья часть была уже, как бы, не совсем в Силент Хилле, там, была подземка, и графика гораздо более улучшая, там, динамическое ЦЦ тени, вот, на PlayStation 3, крутая, вообще, пиздец, я играл, по-моему, на компьютере, на PlayStation, не играл, жуть, вообще, жуткие моменты, вообще, там, пиздец, вообще, внух, вообще, все, пиздец, блядь, ну, Silent Hill все равно лучше, ну, в принципе, это, бывает, система там та же, абсолютно осталась, все та же, это просто закрутили, если сюжет, там, плакации, там, в общем, жутко страшная игра, и сейчас поговорим, а потом вышла Санхилл Зарум, ее критики обосрали, конечно, это уже пиздец, она, уже к тому времени, когда четырестая часть вышла, опять же, никаких изменений, еще третья часть, это можно было простить, но в четвертой, когда сделали то же самое, нахуй, начинается того, что, ну, конечно, шизофренический сюжет, как всегда, чувак, оказывает в своей комнате, запертый, не может выйти на улицу, блядь, и находит портал, и идет, махуй, в эту дуру, попадает в подземку, и там всякая хуйня жутко, конечно, что трейлеры, блядь, вообще, пиздец, жуткие, посмотрите, обязательно, там, ему зоны жуткие, вообще, пиздец, ну, и графика, уже впечатление не производит такого, пиздец, блядь, вообще, пиздец, я не считаю Silent Hill, четыре хорошие игру, я и даже не прошел, хотя я играл даже несколько раз, пробовал, начинать удалял, еще опять начинал играть, поэтому, и я бы еще поговорил о игре Silent Hill Origins на PSP, игра хорошая, играл с удовольствием, прошел, наверное, 80% игры, но все равно, что-то, дальше не стал играть, и действительно страшно, тоже все, принесли всю концепцию Silent Hill, в PSP плюс добавили новые режимы, например, оружие у тебя там разрушалось, ты там мог брать телевизор, бить его, и он у тебя разрушается, это, ну, в принципе, все, опять же, то же самое, но, опять же, на PSP умудрились перенести, игра, в принципе, хорошая, ее стоит играть, возможно, даже проходить, но вся эта концепция действительно устарела, достаточно, и это уже всех изрядно бесит, поэтому и критики особо их не охуевают, что из одной серии в одну в одну переносит, и теперь поговорим о Silent Hill 4, который прошел, к счастью, вот эту я прошел уже, как и в предыдущей части, да, Silent Hill 3, ну, неважно, это пиздец, и критики опять ее обосрали, я скажу вам, я не понимаю, почему ее обосрали, хотя понимаю, но все равно считаю, что игра, возможно, даже не хуже Silent Hill 2, даже на тот период, если, вот, если в прошлом ее сравнивать, а сейчас обозревать эту, естественно, если сравнивать в прошлом эту, если бы прошлое вышло сейчас, Silent Hill 4 гораздо бы лучше, потому что там и сюжет закручен уже, люди, все, еще больше, и график, круг график, вообще пиздец, скажу, нахуй, если запускаешь на компе, нахуй, даже современным она тормозит, блядь, нахуй, там покруче любого дома 3, тени динамические, пиздец, просто поражаются, фонарик, нахуй, вся хуйня, и вообще пиздец, ну, там, блядь, ну, ну круто, могу вам сказать, Silent Hill 4, крутая игра, все там, и враги там вроде, или нет, враги новые, да, да, на новведение добавили, на новведение в Silent Hill 4, раньше, если была одна кнопка, тупо бьешь, как в игре для Дэнди, он бьет, тут добавили боевые приемы, и это, и критикам это не понравилось, потому что это, как бы, делало игру менее страшной, но я не особо с этим согласен, она все равно страшная, ну, и это плюс, и они мотивировались тем, что главный игрок предыдущих не был военным, а в этой части он военный, но когда ты проходишь игру, выясняется, что он и не был военным, он был просто ебанутым мудаком, как Азон 671 Гимс, который считает себя военным и служил в армии, так и этот герой этой игры был сумасшедшим дауном, сдвижавшим из психушки, который никогда в армии не служил, блядь, ну, всем говорил об этом, и носил армейскую одежду, блядь, пиздец, блядь, про Зону игру сделали, нахуй, блядь, вообще пиздец, ну, вот, еще пять минут осталось, расскажу вам про еще самую хорошую серию, игру, которая самая охуенный конец, которая больше всего выносит мозг, это Silent Hill Shadows Mirror, Mirrorless, вот она, Nintendo Wii, во-первых, она полностью использует функции контроллера Wii, там разрезартные гладовки, но она кардинально отличается от всех серий предыдущих, потому что тут нельзя убивать врагов, знаете, в игре нельзя убивать врагов, представляете, то есть уровни нам замешаны на фотографировании призраков, как в этой игре, как она, фото, блядь, ну, где тоже есть отдельная игра, я ни одной серии не прошел, но играл тоже во многих, где надо фотографировать призраков, они только так их можно уничтожить, но тут, типа, это какая-то тоже часть головоломки на айфон, ты сходишь с айфонов, снимаешь там, решаешь головоломки, и периодически, получается, появляются совершенно жуткие уровни, когда ты отказываешься в помещении, надо пробежать в лабиринт, и на тебя нападают разнообразные твари, и жутко страшно, просто пиздец, надо методом тыка это проходить, блядь, и жуть страшная, нельзя убить врагов, эти твари повсюду, ты должен трястись эти джойстики, вестики, блядь, нахуй, чтобы их сбросить, блядь, и самое пиздец, какой шизофренический концовка, это пиздец, ребята, ты, я не знаю, как ее сказать, пиздец, ты всю игру ищешь свою умершую дочь, и думаешь, что она умер, ищешь ее, а в итоге оказывается, что ты призрак, спустя 10 лет, который ходишь по этому городу, ищешь свою дочь, и в катастрофе погибла не она, а ты погиб, и в конце, и всю игру тебе психологические вопросы задаются, там, типа, как будто тебе, там, там, типа, что вы думаете о своем доме, там, об этом, о этом, какая там, о свородителе своих, блядь, и в конце ты заходишь, и этот психолог, как с тобой, например, продолжает разговаривать, и ты заходишь, и ты видишь себя со стороны, что ты заходишь, и он говорит с кем-то другим, этот психолог, а выясняется, что он говорит с твоей дочерью, то есть вообще, которая скучает по своему отцу, который умер, блядь, и такой вынос мозга, это пиздец, блядь, это просто, и там концовки тоже разные, на же Синлоу, не помню, есть, это пиздец, и музыка, это пиздец, для этой игры, стоит даже не додави купить, вообще, какая пиздец, украя крутая, нахуй, Санхилд Шадов Мемлис, блядь, такая, нахуй, крутая, блядь, вот она, там все, она помешана на холоде, на холоде, на стекле, блядь, все замораживается, вроде-вроде, бац, и все замораживается, вообще, пиздец, вот этот психолог с тобой работает, всю игру, и вообще, на основании твоих ответов, он выстраивает сюжет, новые персонажи появляются, и критики нормальные, оценили игру, в принципе, вообще, пиздец, да, кстати, эта игра также вышла на PS2, но графика там гораздо хуже была, то есть, все-таки, Wii мощнее PS2 получается, хотя они намного мощнее GameCube, и первые Xbox, нет, она или слабее первого Xbox, но чуть помощнее получается GameCube, вот он, вообще, пиздец, Silent Hill, это пиздец, нахуй, пиздец, просто на фоне других игр, Dead Space, Resident Evil, нахуй, даже Dino Crisis, хотя, блядь, пиздец, что они сотворили, там, с Dino Crisis, выпустив эксклюзив на Xbox, блядь, когда он, пусть, сделал из него чистый экшн, типа Dead Space, только, виды сбоку, когда он ходит, тоже по всякой хуйне, там, космическому кораблю, блядь, нахуй, ну, хуй знает, что вообще тоже, хотя графика там крутая была, вообще пиздец, а, вот, что это тормозит интернет, блядь, вообще такая жуть, нахуй, а, врагов, не знаешь, так додуматься, нельзя убивать врагов, нахуй, пиздец, вот, надо искать новые идеи, работать, блядь, пиздец, блядь, вообще, нахуй, озон, ебаный ублюдок, это, конечно, тварь полная, давайте, пока есть еще время, посмотрим разные картинки, пиздец, ублюдок, а, вот и в гробу лежит, блядь, тварь, а, камикадзе, блядь, о, еще так, радуется, сука, зубы вставил, у него зубы все кривые, блядь, да, всю, всю жизнь, блядь, нахуй, пиздец, блядь,